Вера и рыцарь. Ее сердце. Книга первая. Все мы родом из детства. Часть первая. Глава третья. Так как Вера имела несчастье родиться 13 декабря, то ее мама посчитала нужным продлить дочери пребывание в детском саду еще на один год. Лишний год в детском садике пойдет девочке только на пользу. Решила она, а то, что ею решалось, никем не обжаловалось, даже в мыслях. Веренным сверстникам были устроены праздничные проводы в школу, и для них наступили летние каникулы, а Веру перевели в другой детский сад. И теперь каждое утро девочку уводили туда, куда не шли ее ноги. В новом саду Веру не любили. Она так старалась. Всем понравится быть доброй и послушной, но для воспитателей она была как неродная, как абуза. Никакому ребенку не понравится идти туда, где его не встречают с радостью. Так и у Веры пропало желание просыпаться по утрам. «Мама, я сильно болею и скоро умру», — в отчаянии предупреждала Вера маму. Но мама каждое утро отводила ее в чужой детский сад, чтобы дочь училась жить там, где ее не любят. «Может быть, моя мама перестала меня любить?» — думала с девочкой в тихий час. Но когда мама забирала ее из садика, то от ее улыбки, от знакомого с детства запаха духов в Красная Москва, девочка забывала свою печаль и еще больше любила свою маму, которая даже не догадывалась, что ее золотая рыбка может так сильно страдать. Чувствуя себя чужой среди детей подготовительной группы, Вера научилась играть в одиночестве. Пусть никто не хотел стать с ней в пару, когда дети с троим шли на прогулку. Зато у нее дома был старший брат. В это же время девочка не взлюбила свое тело, которое развивалось не по годам быстро. И к весне она стала в группе самой высокой, как каланча. Ее растущей груди стеснялась даже мама, поэтому она отшила для дочери тугой лифчик с бретельками для длинных чулок. Лифчик больно стягивал грудь, но Вера терпела, чтобы не огорчать маму. Но огорчалась сама, потому что подозревала, что если она будет взрослеть такими темпами, то к окончанию школы превратиться в бабу-бабариху с грудью до пупка и бородавкой на щеке. «Уж лучше превратиться бы мне в лягушку-царевну», — вздыхала Вера по себя. «Тогда никто меня не узнает, и маме не будет стыдно за свою золотую рыбку». Но лягушка-царевна в ее фантазиях от поцелуя принца, заблудившегося в дремучем лесу, быстро превращалась в прекрасную, плоскогрудую царевну с белокурыми кудрями, одетую в пышное, бальное платье и обутую в хрустальные туфельки. Наступило лето. Воспитатели стали оголять детей для солнечного загара. Тугой лифчик пришлось снять, и теперь каждый мог посмеяться над выросшей грудью Веры, которая под насмешливые взгляды мальчишек была готова с головой провалиться под землю. Изнывая от беспомощности, девочка прикрывала ладонями свою грудь и шаг за шагом прибиралась к кустам у заборчика, где и проводила все время отведенное для прогулок. Однажды, когда Вера играла в одиночестве, к ней подошла еще более новенькая девочка, чем она. Эту девочку звали Софой. Ее тоже разделили до трусиков, и ее оголенную грудь покрывали черные блестящие волосы. Теперь девочки могли играть вместе. И вместе им было хорошо, Ведь даже грустить вдвоем гораздо веселее, чем в одиночестве. Под сенью летних деревьев они мечтали о том, как пойдут в школу и навсегда забудут этот недобрый детский сад.